Народное Славянское Радио Народное Славянское Радио Здравия всем слушателям Славянского Радио! С вами Виктор Максименков. Я надеюсь, мне представляться не нужно. У нас сегодня с вами запланирован эфир. Поэтому я и предлагаю вам на тему «Жизнь на земле продолжается» и вообще «Жизнь продолжается». И поэтому я в этом эфире хотел бы обратить ваше внимание на вечные ценности. Потому что в такие моменты, моменты кризиса, моменты, когда всем приходится задуматься над тем, правильно ли мы ведём свою жизнь, нужно получить эти ответы и вспомнить не просто те ценности, которые считались вроде бы нужными до этого, а именно вечные ценности. Не сиюминутные, не те, которые при вот таких вот кризисах обостряются и показывают, что за ними ничего не стоит, за ними стоит пустота. На самом деле тоже от греческого кризис — это поворотный пункт. И поэтому нас сейчас мягко, по-моему, предупреждают, что если мы хотим развиваться действительно по-хорошему, для нас подобный кризис должен стать поворотным пунктом. Понятно, что он начался, как на Дальнем Востоке, как раз иероглиф «кризис» состоит из двух иероглифов. То есть сначала это опасность, угроза, страх, а вторая часть — это, наоборот, опять же, переломный момент, возможность и шанс. То есть шанс вернуться на правильную ступень, на правильный путь развития, потому что, как мы видим, всё, что сейчас вокруг нас происходит, конечно, не является нормальным. И мы видим, что эти проблемы не обострили всё, что мы до этого делали неправильно. А так как до этого мы делали неправильно очень много, не только каждый человек, но и целые государства, страны, и даже весь мир шёл в неправильном направлении, то пора задуматься, и то, что мы сегодня делаем, делать действительно правильно. И используем именно вечные ценности. Потому что, если даже вспомнить того же профессора Преображенского, все проблемы, которые у нас есть в материальном мире, они всё-таки начинаются в голове. Следовательно, разруха не в клозетах, она в головах. А когда разруха в головах, тогда в итоге это проявляется такими проблемами, что мы видим и сегодня. То есть этот кризис именно биологической угрозы, который перерастает в кризис экономический, и уже светит нам непонятно чем, а что-то наподобие, скажем так, электронного концлагеря получается, причём всемирного, когда вдруг мы все оказались в изоляции, причём в изоляции, мягко говоря, не совсем комфортных условиях. Хотел бы обратить ваше внимание, что это не просто так случилось. Опять же, вот это один из славянских календарей, из одной из славянских общин. Там у нас, как вы знаете, цикл «Славянские 144 лета». И этот цикл повторяется каждые 144 лета, и каждый год имеет свои характеристики. Вот характеристика этого лета, которое началось в сентябре. Это лето приносит пылевые бури, засухи, пожары, гибель, урожая, голод. Люди объединяются в борьбе с катаклизмами. То есть опять же, мы видим всемирный катаклизм. Для того, чтобы его решить, нужно объединиться, но на основе здравомыслия и, опять же, вечных ценностей. Сейчас весь мир у нас был построен по системе «Деньги решают всё», но пришёл коронавирус и показал, что «Деньги», мягко говоря, не всегда что-то решают. А что-то решает, в первую очередь, наука, в первую очередь, работающий человек, в первую очередь, система, которая устойчивая к любым внешним воздействиям, а не полностью открытая, то есть не полностью готовая принять всякую заразу, причём со всего мира, причём беззащитная это фактически. Также я всегда говорил, говорю и обращаю ваше внимание, что наши современные города прошлой цивилизации фактически не создавали. А почему они не создавали гигантские города? Потому что гигантский город в природе — это всё равно, что раковая клетка, то есть это гигантское потребление при нулевой именно отдаче, то есть тебе нужно потребить кислород, продукты питания, воду, тебе нужно электричество, тепло, но в итоге ты производишь только отходы. То есть сегодняшние города, когда всех собрали в большие поселения, а вся земля осталась пустая, они как раз неустойчивы к различным видам кризисов именно по этой причине, потому что это раковые больные клетки на теле земли. Поэтому и общество, и руководство должно это понимать. Плюс понимать, что время давно изменилось. Те алгоритмы, которые работали в прошлом, а это алгоритм «надо бежать из деревни, потому что там нет работы, она может быть только в городе», это он уже не работает. Наоборот, сейчас людям нужно возвращаться на землю, расселяться, и создавать действительно природные поселения, которые не нарушают гармонии природы, а наоборот еще будут снабжать, да, действительно, большие агломерации, но не такие гигантские, как сейчас. А, например, прошлые цивилизации даже в столице имели население всего лишь 144 тысячи. То есть такие поселения были не вредны природке, плюс удавалось осваивать всю территорию, плюс опять же такие поселения трудно уничтожить как биологическим, так и ядерным или другими видами оружия. То есть идет полное освоение земли, идет комфортные условия жизни человека в нормальных условиях, а не в условиях техногенных катастроф постоянных, пускай даже и таких, как пандемия. И поэтому я хотел бы напомнить, что время поменялось. Время поменялось, а раз поменялось время, мы должны над этим поразмыслить. Как раз сейчас пришло это время, и все-таки применив свои возможности, и простой человек, и даже руководство должно понять, что нужно менять парадигму. Парадигму не концентрация людей в городах максимально, а наоборот расселение людей, и действительно, чтобы люди могли выбирать, где они могут жить. То есть имея гигантскую неосвоенную территорию, а собираться, скучивать совсем в одном месте, просто потому что там можно заработать на хлеб, это, мягко говоря, как вы видите, приводит только к катастрофам различного рода. Плюс города полностью неустойчивы к таким режимам самоизоляции. То есть ты можешь быть где угодно, а тебя не выпускают из твоей же бетонной клетки. Притом я всегда говорил, и дальше покажу, что наши города, они не предназначены для жизни, они предназначены в лучшем случае для выживания. В лучшем случае для выживания плюс работать лучше всё-таки, в первую очередь, на себя и на свой род. А это можно сделать, в первую очередь, на земле и из земли. Тогда это будет максимально эффективно, потому что человек будет максимально отдаваться работе, потому что всё, что сделано для себя, нужно делать максимально хорошо. Плюс для этого нужно объединяться с другими людьми, чтобы сделать это максимально качественно и надолго, чтобы оно сразу не развалилось. Сейчас же именно из-за того, что людей приходится собирать большие агломерации, люди зависят от одного работодателя в одном месте и пытаются потерять эту работу и вынуждены переезжать из сёл в города. Но население деревень уже закончилось, а население города нормально развиваться не может, постоянно страдает от различных болезней, плюс остаётся пустая земля. То же самое хотелось бы обратить внимание, что изменились технологии, так давайте использовать их не для того, чтобы превращали нас в электронный концлагерь, а для того, чтобы мы могли работать на удалёнке. Вот у меня примерно установлена точно такая спутниковая антенна. Она обеспечивает любые возможности по работе. И поэтому сейчас даже не смешно смотрится, когда люди тратят по три часа в день на то, чтобы добраться в свой офис, в котором у них стоит точно такой же компьютер и точно такая же связь интернет, как у них и есть дома. То есть люди совершенно впустую теряют время, работодатели совершенно впустую вынуждены содержать в аренде гигантские площади этих офисов, вставить там компьютеры, отопление, освещение. То есть это всё ложится на затраты. Плюс работники, которых можно привлечь, всё равно они ограничены, потому что в большом городе есть другие более привлекательные работы. Здесь же работодатель должен понимать, что если вам нужен человек у компьютера, то этот человек может жить и за 3-9 земель. Главное, чтобы у него была устойчивая связь, а эта устойчивая связь уже нормально, уже начинает обеспечивать интернет-связь, а интернет-связь через спутник. А что это значит? Это значит, вы можете работать фактически в любом уголке страны, вне зависимости, есть даже там телефонная связь, мобильная, интернет. То есть это расширяет возможности. Плюс человек не теряет 3 часа времени на поездки, на работу. Ну и всё это выливается в максимальную эффективность и в работе на себя, потому что нужно всё-таки интеллектуальный труд чередовать с физическим. И в итоге у вас есть своё родовое поместье, у вас есть свой домик, который намного больше, чем любая квартира, намного больше там чистого, свежего воздуха и намного больше как раз возможностей не заболеть, быть максимально здоровым, не создавать проблемы ни земле, ни себе, а наоборот быть живой клеткой в этом мире, быть живым человеком. То есть это должен понимать сейчас и работодатель, и обычный человек. Я уже молчу про множество теперь профессий, которые появились на удалёнке. Это и обучение на удалёнке, и различные типы блогеров, стримеров и так далее. То есть появилось множество профессий, для которых не нужно срываться в 6 утра на работу, чтобы туда успеть, а потом тратить половину своего времени, чтобы быть где-то там, в некомфортных условиях, не влиять на инфраструктуру, то есть на дороги, а просто используя интернет и используя своё рабочее место как основное в доме и не терять времени ни на офис, ни на что. То есть гигантское сокращение затрат и для работодателя, и для человека. Плюс гигантские возможности по разнообразию персонала и уровню его оплаты, потому что вопрос же не в том, сколько вы зарабатываете. Город хорош тем, что там много можно заработать, ну в кавычках, много. Потому что вам же много придётся и отдать на те же поездки, на приобретение той же бетонной коробки. То есть а это всё можно избежать. То есть избежать и при этом стать живым человеком, потому что, как вы понимаете, сейчас, когда всех заперли в этих бетонных коробках, многим стало понятно, что всё-таки это территория не для жизни, для выживания. Ну может в зимний период, ну можно собраться. Но сейчас, когда приходит лето, тем более, если бы этот карантин был, например, в летний период, представьте, жара, все включат кондиционеры, а сеть такого, электросеть, просто не выдержит. Всё не выдержала сеть, это жара, это отсутствие продуктов. Притом в деревне как был погреб, так и остался. То есть наши предки до этого жили и переживали множественные события, именно благодаря тому, что они были максимально близко к природе, то есть это и лес, и водоём, и собственная возможность хранения продуктов питания, даже при том, что отсутствует электричество. То есть если вы живёте на земле, буквально вам стоит, опять же, купить всего лишь ту же электростанцию, и у вас, даже если выключат свет или будет какая-то маленькая катастрофа, то вы беспокойно продержитесь и без холодильника, и у вас будет даже интернет для работы. Ну так, по крайней мере, построена у меня система, что в случае даже отключения электричества, каких-то непонятных сбоев, у меня есть возможность запустить генератор и иметь связь через спутник. То есть всегда оставаться на связи, максимально быть независимым от любых обстоятельств. А в условиях современного карантина каждый человек должен понять, что если у вас есть возможность вернуться в деревню хотя бы, или возвращаться хотя бы на летний период, то её желательно сохранить и приумножить. Потому что это не последний кризис и не первый. Кризисы будут, и, к сожалению, дальше будут идти ещё больше кризисы, потому что идёт передел мира на всех уровнях, поэтому кризисы будут дальше происходить, и они не закончатся. То есть даже если удастся через какое-то время погасить этот кризис, пойдёт другой кризис, то есть когда ты живёшь на земле, большинство кризисов ты просто не замечаешь, потому что у тебя здесь природа. И об этом я перехожу к этому, чтобы вы начали понимать, возвратились к этой точке зрения, что, как описывают в некоторых демотиоваторах, даже с точки зрения пчелы она просто живёт своей жизнью. И только пасечник знает, что на самом деле она собирает для него мёд. Но пчела этого никогда не поймёт, потому что пасечник выходит за предел её масштаба мышления. Поэтому выйдите за свои ограничения, за то, как вас ограничили. У вас сейчас есть время, уберите страх этот, и вы начнёте понимать, а правильно ли у вас организована жизнь, тем более если вы уже оказались на пенсии, а хорошо ли вам пребывать даже хотя бы в тёплое время суток в этом городе. И стоит ли продавать, например, родительский дом или купить домик чуть, пускай даже поменьше, где-то поближе, чтобы туда можно было выехать. То есть не только просто бетонная коробка, но и домик в деревне. Пускай он будет не один, пускай будет и бетонная коробка для начала, пускай туда можно будет выезжать только в летние условия. Но тот, кто это пробовал, он поймёт, что это намного лучше, чем, например, сейчас придёт лето, а вам не выехать ни в отпуск никуда, весь мир закрыт, а вы находите в четырёх стенах. Ну ладно, какое-то время можно находиться. Но всё-таки мало того, что эти четыре стены не предназначены для нормальной жизни, но всё-таки нужно искать более комфортные условия жизни, причём в условиях любого кризиса. Потому что, как вы видите, пчела может быть и природной. То есть сейчас мы механические пчёлы обслуживаем хозяина. Здесь же можно быть пчелой природной, то есть строить свою соту, своё родовое поместье. Это, конечно, предел мечтаний многих здравомыслящих людей. Действительно родовое поместье, когда ты живёшь в гармонии с природой, ты живёшь на земле, и попробуйте вас изолировать на такой территории, на своём гектаре, где растут растения. Посадите вечно зелёные растения, хвойные, они вас защитят от любых вирусов. Плюс собственные продукты питания. Притом нет смысла там умирать над картошкой. Есть смысл многолетних растений. То есть, конечно, родовое поместье — это предел мечтаний. Конечно, родовое поместье, оно должно быть не одно, а рядом с другими родовыми поместьями, потому что человек — существо общинное, нужна община здравомыслящих людей. И эти здравомыслящие и здоровые люди всё-таки должны понять, что нет смысла тратить время на пустоту, на просто транжиривание своих денег, времени, сил, на то, что тебе не нужно. Если у тебя нет домика в деревне, пускай даже маленького, пускай даже куда можно выбраться на лето, хотя бы в тёплый период времени, я уже не говорю про круглогодичное, то всё остальное не очень-то имеет смысла. И сейчас ты можешь, находясь в этом домике, удалённо учиться и удалённо работать, если выезжать в город раз в месяц. И это будет хорошо и для тебя, и для работодателя, и для страны, и для мира в целом. То есть вот же в чём суть. И это было ещё вчера. Нас этого лишили, загнали в большие агломерации. Эти агломерации уже некого загонять, уже земля пустая, всё, начинают загонять туда приезжих, потому что не хватает. Вдруг начинается какой-то кризис, и от этого кризиса получают все по максимуму. Ну, что мы сейчас и наблюдаем. Когда всех закрыли в четырёх стенах, и человек, получается, не вписывается в природу. А может, это и природа так реагирует. Не обязательно кто-то разработает этот вирус. Зачем я это говорю? Потому что, напомню, что существуют силовые линии, например. И силовые линии, они существуют как в большом масштабе, так и в малом. То есть если ты живёшь на земле, ты в состоянии вписать себя в эти силовые линии, чтобы твой дом был гармоничный, то есть в сожжение в системе славянской. И тогда ты вообще живёшь в гармонии с природой. То есть ты не разрушаешь природу, она не разрушает тебя. В той же бетонной коробке, которая не построена даже для того, чтобы ты гармонично существовал с природой, не учитывая все эти древние законы, ты уже, находясь там, ты саморазрушаешься. Почему? У нас есть падение срока жизни. У нас минимальный срок жизни нормальный считается у славян. 144 лета, как тот календарик, что он показывает, а минимум. Сейчас это половина, ну, 72 в среднем. И когда ты не учитываешь эти силовые линии, то есть ты себя не вписываешь. Тем более, что больше пяти этажей в древней цивилизации не строили, не потому что не могли, а потому что знали, что вся энергетика для жизни — это, грубо говоря, со второго по пятый этаж современный, это более-менее благоприятно. Ещё дом нужно вписать в эти силовые линии. То есть это можно сделать только на Земле. То есть на Земле жизнь продолжается, даже когда у вас кризис в городе гигантском. То есть, честно говоря, для меня фактически ничего не поменялось. И свежий воздух, сейчас пойдёт лето, пойдут сами собой появляться фрукты, то фактически можно ничего не делать, пребывать в комфортных условиях и при этом ещё даже продолжать удалённо работать, что мы с вами и наблюдаем, и изучать, распространять эти знания, напоминать людям, что славянская та же сожжение у нас системы и остаётся живой. Она позволяет сделать живую одежду, живую мебель, живые устройства и живой дом. То есть человеку быть живым, жить в гармонии с природой. То есть то, что мы утеряли, то, что нам отменили сто лет назад, как бы сказали, это старое, древнее, не надо его использовать, отдали нам мёртвую метрическую систему, которую кто-то где-то вроде бы изобрёл. Нисколько изобрёл, заменили живые все меры. И по этим живым мерам нужно делать всё, в том числе, одежду, еду, транспорт и все устройства на земле. Хоть сажать деревья, хоть строить дома. Поэтому наше зодчество в прошлом было более деревянное. Да, деревянное было. Почему? Камень, он не весь подходит для строительства, он мёртвый. Вот придёт лето, выйдите ночью и попробуйте камень, положите руку, что у вас происходит? У вас камень вытягивает ваше тепло, а положите на скамейку, сделанную из дерева, ничего, она нейтральная. То же самое, когда вы пробиваете в бетонной коробке, там железобетон, он фактически вытягивает вашу именно жизненную силу. И построен по метрической системе, то есть там создаются стоячие волны, не вписан в сетку Хартмана, люди болеют и умирают. Срок жизни сокращается, количество болезней увеличивается. Почему? Против природы. Плюс, опять же, если человек за всю свою жизнь не посадил ни одного дерева, то даже по той статистике, что вы видите на экране, если количество деревьев сократилось официально в 10 раз, согласно, если верить этой статистике, то есть человек, не посадивший ни одного дерева, он для природы паразит. То есть он паразит, он дышит воздухом, который кто-то за него сделал, ему нужна чистая вода, которая очищает именно дерево. Плюс, опять же, древние цивилизации при рождении ребёнка всегда сажали родовое древо и сажали те деревья, которые ему нужны будут для нового дома, для того, чтобы они его кормили. А деревья, они же просто жизненно необходимы. Сейчас же мы имеем факт, когда биосфера, то есть биомасса на Земле, она была превышена техносферой, вот этими бетонными коробками, машинами. То есть техносфера превышает биосферу Земли. Это впервые, потому что раньше цивилизации были биологическими. Любое, даже одноклеточное устройство организма, оно намного сложнее даже от дронного коллайдера. Так это одноклеточные организмы. А представьте, если это большие системы, тот же человек, то есть сколько нужно иметь знаний, возможностей, чтобы всё знать, как функционируют и использовать эти возможности. Мы сейчас не используем свои возможности даже на 3%. Мы используем, придумали себе как бы костыли в виде этих механизмов. Это всё демоническая цивилизация, то есть технологии демонические, технологии саморазрушения. То есть монтаж — это создание как бы новой структуры. Демонтаж — это разрушение. То есть это приставка «Д», поэтому всё демократия. Разрушение всего живого, то есть и природы, и человека. То есть ничего удивительного. Искусственно появилась эта бактерия или естественно, но в условиях неприродной жизни вы видите, к чему она приводит, как говорится. Люди раньше использовали здоровый образ жизни вели, как бы соответствующий природой, и многих этих проблем избегали. То же самое и вы. Хотите быть человеком, а не демоном, то есть разрушителем себя и природы, значит, нужно иметь свои родовые деревья, фактически свой родовой сад. Зачем это надо? Ну даже первый взгляд говорит нам, что дерево изолирует 33 килограмма углерода, абсорбирует 20 килограмм пыли, очищает и удерживает тонны воды. То есть хотите чистую воду, сажайте деревья, хотите свежий воздух, чтобы пыли не было, сажайте деревья. Она же производит 700 килограмм кислорода, нейтрализует 80 килограмм вредных веществ, но это как бы за год фильтрует 100 тысяч кубометров воздуха. А фруктовое дерево, если вы посадите, ведь есть же и фруктовые деревья, то в итоге это в среднем 50-100 килограмм фруктов, которые при сквашивании обеспечат вам от 150 до 300 литров идеально структурированной воды, плюс усвоение питательных веществ на 90 процентов, вместе с самыми полезными веществами, которые содержатся в семенах, потому что сила не всегда в мякоти, она вообще-то в семенах растений, именно дерево вырастает из семени, а не из мякоти. Ну все это, напоминаю, нам нужно, потому что мы не однолетние растения, мы все-таки многолетние, а для многолетнего живого существа типа человек нужны многолетние продукты питания, которые выращены и реагируют на вашу энергетику, потому что их посадили ваши прадеды, деды, а в итоге и вы посадите будущим поколениям, а значит они для вас максимально полезны, максимально вам помогут. Если человек считает себя просветленным, при этом ходит покупать все, что им нужно для жизни в супермаркет, ну извините меня, это просто безумие, это безумие, то есть это диагноз современной цивилизации, безумие демонической цивилизации, которая разрушает все на своем пути, и независимо от того, чем вы там едите, вы мясо или рыбу, или просто на овощах и фруктах, когда они все связаны со всего мира, и вы ничего, у вас не выросло, при том, что посаженное дерево фактически не требует ухода, его посадил, и все, оно растет, твоя задача собрать то, что оно будет рожать, при том, что как это правильно сделать, сейчас как раз мы до этого уже доходим, но плюс еще есть деревья в группе, нельзя про это не упомянуть, потому что древние это знали, то есть если деревья равномерно распределены и занимают 30% территории, то резко снижается ветровая нагрузка, стабилизируется температура, и на всей территории начинается равномерно выпадать осадки, плюс вы знаете, как прекрасно гулять там, где те же хвойные, которые убивают всю эту заразу, в том числе и вирусную, то и тоже посадка деревьев в группы, идущие от больших источников воды, то есть это океаны, моря, реки, озера и так далее, глубь суши обеспечивает создание воздушных рек, да, не удивляйтесь, воздушных рек, то есть есть воздушные реки, есть реки надземные, есть подземные, сейчас вся эта система нарушена, то есть нет этих гигантских и воздушных рек, так как надо, а в итоге мелеют и подземные реки, в итоге это всё придёт к деградации почвы, ну и соответственно вырубка, отсутствие деревьев, всё превращает в пустыню, у нас ударными темпами по земле идёт опустынивание земли, то есть превращение плодородной почвы в неплодородную, хотя вы знаете, что у нас и так пустынь хватает, а мы их делаем всё больше и больше, ну плюс ещё воссоздание священных рощ, тоже традиция наших предков приведёт к возможности возобновления энергоинформационного обмена между человеком и природой, восстановлению гармонии на земле, которая сейчас отсутствует, она же всё это предотвращает деградацию почвы, разрушение, размывание, я просто хотел бы обратить ваше внимание на работу Шимшука, теории и практики священных рощ, потому что именно он первый как бы на это обратил внимание людей, что раньше были священные рощи, то есть как я и говорил, биологическая цивилизация, то есть и в моих видео он показывал, что эти священные деревья, они служили и для, даже для синтеза новых минеральных, минерального сырья, то есть добывали из них минералы, ценные металлы, то есть очень огромное количество деревьев, которые обладают уникальными свойствами и фактически те месторождения, что мы сейчас как бы вырабатываем, это просто остатки этих корней, этих гигантских деревьев, это звучит для многих фантастично, но на самом деле это так, то есть синтез новых материалов благодаря биологической жизни, в том числе правильно посаженной в соответствии с силовыми линиями Земли, то есть не просто так сажали, а именно в силовых линиях, чтобы была гармония, чтобы эту гармонию обеспечивали живые существа, Шимшук об этом много написал, показал разные виды священных рощ, то есть предлагает ознакомиться многие, просто чтобы вы знали, что не просто дерево воткнуть, а есть еще и большие массивы деревьев, которые посажены по определенным схемам, определенные деревья, и это все соответственно природе, где начиная от самого великого до самого малого как бы выстроено в определенную схему, есть бог-покровитель, есть его дерево, есть его кустарник, есть его, извините меня, трава, какие-то ягоды, фрукты, то есть обращаю ваше внимание на работу Шимшука, можете перейти, ознакомиться, там много подобной интересной и нужной информации, в том числе для будущей цивилизации, которая может быть только именно биологической, потому что если демоническая цивилизация будет продолжать главенствовать так называемое, то будет уничтожена просто биологическая жизнь, то есть люди как часть природы, они гибнут, они теряют свое здоровье, и здесь ничего удивительного нет, находясь в тех условиях, не естественных для человека, мы сейчас и проходим уроки, по которым мы должны понять и вернуться к вечным ценностям, причем вернуться это не значит там все бросить и уехать, это перейти культурно, перейти нормально, на другой уровень развития, а не оставаться фактически в электронном концлагере, который нам сейчас предлагают и готовят, ну, закрытыми в своих бетонных коробках, и никуда ты не денешься, ни за границу, никуда тебя не выпустят, поэтому обращаю ваше внимание, что, конечно же, деревья, с ними идут кустарники, с ними идут многолетние растения, трава, это все максимально полезно для человека, не просто дерево, а деревья, плюс кустарники, плюс цветы, плюс многолетние травы, плюс к этому всему, конечно, добавятся другие живые существа, и плюс, конечно, если у вас нет большого плодородного слоя, то начинайте с малого, с любой газонной травы, и у вас все получится, у вас как раз вырастет возможность выращивать любые виды многолетних растений, а что такое дерево, уже посадил, пришла весна, она плодоносит, правда, конечно, нужно знать, как садить, что садить, потому что любое многолетнее растение без симбиотических грибов не растет, то есть универсальный симбиот это белый гриб, имейте в виду, то есть любое дерево, любой кустарник, многолетняя трава, ему нужна грибница, грибница симбиотическая, которая помогает, то есть у растения забирает его отходы и превращает их питательные вещества для себя, поэтому растение комфортно развивается и получает от этого гриба как раз помощь, поддержку, лечение, и все это вместе позволяет развиваться всей системе, почему нельзя нам большую глубину обрабатывать почву, потому что нет смысла там грибница, главное ее не затронуть, не уничтожить, потому что грибница основа плодородия, те деревья, что с грибницей, вот у меня они плодоносят фактически ежегодно, раньше те деревья, которые были без грибницы, они вообще могли не плодоносить, теперь просто добавляешь этот белый универсальный гриб, пожалуйста, у тебя плодоношение дерева в любых условиях каждый год, то есть это надо знать, понимать, это тонкость, это знали прошлые прекрасно цивилизации, ну и мы также используем, но конечно не в полной мере, потому что грибы и симбиоты это грибы, которые образуют взаимовыгодное сотрудничество с другими организмами, то есть вот зачем об этом нужно знать и их использовать, и не просто дерево жарея многолетние растения, но и симбиоты, и как раз этот микорис и обеспечивает здоровье растений, их максимальную устойчивость, то есть не просто посадить дерево, а извините меня, симбиотическими грибами, выращенное лучше сразу, изначально, потому что этот гриб обеспечивает растения водой, элементами минерального питания, органическими веществами, которые легко усваиваются, защитит от патогенов и стимулирует устойчивость к заболеваниям, то есть он полностью участвует, максимально поддерживает растения, за что растения платят своими как бы отходами, то есть и от этого еще лучше живет, поэтому мы сегодня используем все это в пищевой промышленности, источники лекарств и грибы тоже нам помогают, правда надо знать, какие грибы помогают, а какие нет, потому что все вы, наверное, уже знаете, что массовый рост раковых заболеваний в первую очередь, скорее всего, связан с массовым использованием дрожжевых грибков, то есть раньше у нас было сквашивание, то есть те продукты питания, которые у нас получались, это промежуточные, опять же, им нужно дать скваситься, а сейчас я об этом более подробно тоже расскажу, потому что тоже это то, что нам передали предки, а именно молочные реки, кисельные берега, теперь все стало на свои места, кисень, это кислород, то есть опять же, сажайте деревья, сажайте многолетние растения, которые обеспечат все, что я перечислил, и обеспечат, в первую очередь, кислородом, а кислород это лекарство не только яд, а лекарство и для нас, и для растений, и для других живых существ, когда же эти многолетние растения живут, они воду очищают до молочной реки, а как я говорил, по ВП метру нормальное молоко имеет показатель там минус 100, то же самое, как и нормальная кровь, вот кровь с молоком, то есть крови молоко здоровое, это одно и то же по показаниям современных приборов, то есть предки об этом знали, предки знали, что именно молочные бактерии обеспечивают наш иммунитет в кишечнике, а это лакто- и бифидобактерии, а сквашенные продукты максимально усваиваются и обладают антибиотическим воздействием, то есть природные антибиотики, и об этом тоже нужно знать, как я и говорил, все, что вы видите, если оно свежее, то оно должно быть нормально, минус 100 по ВП метру, если оно уже там полежало, то да, могут быть плюсовые показания, это там до плюс 250 разрешается, почему? Это витамины, это как раз витамины, минералы, аминокислоты, то есть а это может быть, все, что выше, это уже работа дрожжевых грибков, то есть недостаточно просто купить, недостаточно вырастить, а нужно вырастить, чтобы это было здорово, чтобы это было выращено при помощи гумуса, при помощи природных бактерий, грибов, и чтобы человек об этом знал, то есть это вечные ценности, вечные системы защиты организма, защиты живых существ от земли до самого человека, а если плодородие земли уничтожено, то, как прочитаем древнюю ведическую мудрость, если вы питаетесь правильно, то лекарства вам не нужны, а если вы питаетесь неправильно, то лекарства вам не помогут, и уже нет правильного питания в магазинах, просто меня удивляют люди, которые там говорят, а вот давайте мы перестанем есть мясо и молочные продукты, потому что они испорчены, мы в том же супермаркете купим фрукты, овощи, будем здоровы, а вот мне интересно, а вы будете здоровы от чего там, от пестицидов, гербицидов, ГМО, что именно больше сделать вас здоровым, или обработка этих продуктов питания, что они потом там погоду не могут, не пропадают, что именно обеспечит вам это здоровье, или то, что в почве молочные бактерии убиты, и всё это выращивается на грибках, именно имеющие дрожжевую природу, растёт как на дрожжах, оно же быстро растёт, вы понимаете, а потом быстро растут раковые опухоли, и люди умирают, то есть это безумие, сейчас цивилизация безумия, в супермаркете вы ничего не найдёте, либо вы будете знать людей, которые иметь это, и контролировать то, что люди вас обеспечат из вашего ближайшего региона правильные, нормальные продукты питания, качественные, которые вам позволят остаться в городе, или город вымерет по одной или по другой проблеме, биологическая она будет характера, биологическая угроза, или какая-то катастрофа, это совершенно не важно, важно то, что они как были, так и будут, и будут продолжаться, если ты готов, то она тебя фактически не затронет, а если ты не готов, то она как раз обнажит все твои проблемы сегодняшнего дня, то есть имейте в виду, всё, что было раньше, можете забыть, всё, что вы знали, можете забыть, нужно вспомнить как раз вечное, нужно вспомнить возможность это контролировать, понимать, и распространять эту информацию, чтобы убедиться самим и убедить других, для этого, конечно, лучше жить на земле, и понимать, что опять же, потому что я лично фанат именно многолетних растений, многолетних деревьев, кустарников, цветов, трав, тот же Иван-чай, вы знаете, прекрасно, что я его рекламирую, всегда говорю, Иван-чай, царь-чай, там две трети таблицы Менделеева химического состава, оно всё в природном, легко усвояемом виде, плюс куча витаминов, которые там в семь раз превышают тот же лимон, так Иван-чай у вас на дороге растёт, а лимон надо откуда-то везти, а если будут проблемы с логистикой, его вообще не привезут, а Иван-чай, там килограмм заготовил, и он в сухом виде может вам помочь в любом, там, тяжёлой ситуации, в холодных условиях, биологической опасности, вы всегда будете с витаминами, всегда, то есть уже не получится умереть, а лимоны могут и не подвезти, вообще, плюс, знайте, как функционирует почва, если уж вы попали на землю, то должны знать, что всё идёт из почвы, всё, или проблема, или здоровье, то есть первые пять сантиметров это бактерии, которые любят кислород, а ниже идут бактерии, которые кислород не любят, это как раз молочные бактерии, это как раз те же бактерии, которые усваивают азот, да, там есть и грибки, да, есть и дрожжевые, но это не значит, что их нужно уничтожать полностью, их нужно держать под контролем, а под контролем их держат молочные бактерии, поэтому, если вы вдруг собрались обрабатывать почву, то нет смысла обрабатывать на глубины больше пяти сантиметров, нет смысла обрабатывать почву глубже пяти сантиметров, потому что, если вы её обработали, то вы как бы убили бактерии, которые любят кислород и заместили их, например, теми, что кислород не любят, они все погибли, на первое место вышли патогены, Почему там пахота во многих странах мира уже давно запрещена, они там на дискование перешли. А я знаю хозяйства, которые вообще никогда никак не обрабатывают. Они только сажают и собирают урожай. Больше всего у них ничего нет. То есть понимание, как работает природа, вы можете управлять этими процессами, то есть прилагать минимум усилий, а не делать всё, чтобы лишиться плодородия и здоровья, а здоровья в том числе и своего. Поэтому сейчас, по-моему, пришло время обновить эти знания. Да, посмотрите, почитайте, рекомендую книги Курдюмова, Бублика, Гречина. То, как они делятся своим опытом, чтобы минимум работали вы, а максимум работала природа. Вот же в чём суд. Вот в чём суд. Тем самым я занимался, то есть я изучал все эти вопросы, и когда понятно, как всё работает, встаёт только вопрос, не надо делать то, что не нужно. И действительно, однолетние растения нужны только как раз вот в таких случаях, на мой взгляд, выживания. Когда вам нужно срочно, например, у вас ничего не работает, вам нужно срочно вернуться на землю. Вот вы вернулись, срочно посадили там однолетние растения, в итоге вы что-то получите. Это что-то компенсирует там ваши потери. Вам не нужно каждый день ездить туда-сюда. Вы приехали там, поработали, пожили, получили в итоге качественные продукты питания. Зная все эти новые условия, плюс другие иностранные люди, которые, вот Моллесон, введение в пермакультуру, лучше всего этим занимается Зеп Хольцер. Ну, у него, конечно, масштабы. Там уже нужно общиной к этому вопросу подходить, потому что он фактически, Хольцер, обустраивает целые регионы, поместья. Действительно, он делает отдельный мир. То есть фактически это Бог-творец, который создал в земных условиях свою биосферу, где всё живёт и развивается. Вот это пример, вот это я понимаю. А что создало большинство сегодняшнего населения, руководитель? Только проблемы. Только проблемы для себя и для других. Для себя и для других. Где эти хозяйства по типу Хольцера? Где эти общинные поселения? Это всё единицы. А ведь у него в тяжёлых условиях горных альп, у Хольцера, у него гигантская продуктивность. То есть говорят, в России там много тяжёлых условий. А у Хольцера примерно такие уже условия. Вот куда кому нужно ехать, куда нужно посылать министерства, там аграрные, где общины должны учиться. Потому что он создаёт целые культурные поселения. То есть он создаёт фактически свой мир. Не просто там грядку посадил, не просто одно дерево. Это своя биокультура. То есть он ничего не делает, всё делает природа. То есть вот почитайте его основные принципы, можете нажать на стоп. То есть у него задача, например, минимум работы, максимум эффекта. То есть там всё самодостаточное. Он продаёт саженцы, семена, различные виды рыбы, раков, грибов, орехов, фруктов, ягод, овощей. И оно всё у неё фактически растёт само. Потому что чем больше участок, тем больше природа работает на него. Просто не идите наперекор природе, и она всё сделает сама. А если вы мешаете изо всех сил, не понимая, то есть опять же безумие, безумие. Если убрать безумие, то всё наладится, всё будет прекрасно во всех аспектах жизни. Если с первого места убрать деньги, а на первое место поставить здравомыслие, природу, эффективность и человека, человека как часть природы, то всё станет на своё место. И опять же, Хольбцер не занимается ни поливкой, ничего. Всё у него происходит естественным путём. Раз создал, и оно работает многие годы, твой девиз — просто собирать эти результаты труда. Так что всем рекомендую изучить. По-моему, пришло время ещё раз над этим вопросом поработать и понять, как организовать правильно. Даже если у вас есть земля, ведь вы туда приезжаете, конечно, с разрушением. То есть сейчас множество людей — это просто демоны. Они разрушители, они разрушают себя, окружающих, природу. И на землю желательно всё-таки возвращаться, уже наведя порядок в своей голове в первую очередь. Вот же в чём суть. Если вы не навели порядок в своей голове, вы не поняли всё-таки природные ценности истинные, что не деньги, а вечные ценности. Не работать на дядю, а работать в первую очередь на процветание своего рода, родственников. Тогда и будет достаток. Достаток в роду, достаток в державе. Всего будет достаточно и не будет таких катастрофических последствий даже при самоизоляции. Вот изолируйтесь на таком участке. Изолировались полностью. Рядом 2 метра от вас никого нет, приезжий. Ну и как вам плохо? Вам есть необходимость ходить на работу? Нет. Всё можно сделать, можно прикладывать намного меньше усилий. Пусть работает природа. Не берите это всё на себя. Дайте возможность работать природе. И всё. Раз дал возможность, и всего лишь собираете результаты труда во всех аспектах жизни. Ну, конечно, желательно, чтобы природа была гармоничная. Не просто растения там однолетние и многолетние, это и животные, это и рыба, это и раки, и птица. То есть всё вместе. Если чего-то нет, всё, нарушается гармония. Тоже зепхольцер, опять же для фанатов однолетних растений, он всё-таки советует такие большие гряды. Их, конечно, намного проще обслуживать. Ну, единственный их недостаток всё-таки состоит в том, что для их создания нужно для начала вложиться, для начала их создать, а потом, конечно, они будут тебе работать, обеспечивать. Зепхольцер это прекрасно описывает, потому что, как вы понимаете, уже не нужно так нагибаться. Одни растения защищают другие, минимум вредителей и максимум эффекта. То есть высокие гряды зепхольцера, они действительно могут быть, действительно, там недостаток, я говорю, большие первоначальные вложения. Но об этом нужно знать, потому что каждому своё, что-то пригодится вам индивидуальном порядке, что-то вы добавите своё. Вот, например, две большие гряды, а в середину сбрасываются всё, как бы, биологические отходы. Фактически это получается гумус в итоге, а именно с гумусом получается здоровье, то есть всё, работают молочные бактерии, работают червячки, они превращают это всё обратно в питательные вещества без гниения. У нас же сейчас в основном используется для выращивания гниение, называется эта тема перегной. Здесь делается не гумус, а перегной. И слово гной, я думаю, вам нет смысла объяснять, и весь этот гной идёт, конечно же, в все эти овощи, фрукты. Поэтому, покупать в супермаркеты овощи и фрукты современной цивилизации, надеяться на здоровье, ну, это один из видов безумия современной цивилизации. Поэтому, имейте в виду, просто есть опыт людей, изучайте его, конечно, подстраивайтесь под свои условия, потому что всё это позволяет резко сократить площадь посадок. Вот в чём суд. То, что вы, необходимо вам было, там, грубо говоря, 10 соток, у зепа-хольцера всё это умещается даже меньше, чем на одной. То есть, эффективность. А эффективность позволяет тратить меньше труда, позволяет сажать те растения, которым больше света выше, тем, которым меньше света ниже, они друг друга закрывают, прикрывают и оберегают, в том числе, от вредителей. Поэтому опыт зепа-хольцера, он прекрасно подойдёт для общинных поселений, для людей, которые действительно всерьёз и надолго решили переехать на землю и создать фактически свой микромир, стать богами-создателями именно своего участка. А это фактически задача каждого человека. Действительно научиться создавать и обеспечивать экологическое равновесие на своём участке земли. Многие цивилизации говорили, опять же, что если у вас нет земли, то вас фактически нет в книге жизни. То есть, вы прожили просто так, у вас не было возможности дать жить другим. А жизнь на земле позволяет в первую очередь дать жизнь возможность другим, причём нормальную, гармоничную жизнь, природную, скажем так. Плюс это же, он, тот же зепа-хольцера строит всё так, чтобы был нормальный, естественный переток воды, чтобы всё максимально снабжалось, потому что мы сейчас видим или недостатки воды, или избытки воды, как в масштабах страны, так и индивидуальных хозяйств. то есть, или всё загорело без водя, или всё заняло от того, что воды было очень много, и вся эта вода была как бы болезненной. То есть, с этими бактериями, грибами, как раз типу дрожжевых. Вот это нужно знать, понимать. Плюс есть такое интересное устройство солнечный вегетарий, как раз оно строится при доме, то есть, оно позволяет тоже в наших критических условиях увеличить сроки созревания, как бы раньше рассада, раньше возможность рассадить. Плюс это и в конце осени позволяет дольше расти растениям, то есть, максимально длительный период без каких-то затрат на отопление, освещение обеспечивать вас. Об этом тоже нужно знать, потому что у каждого свои условия, каждый обязан это применять максимально эффективно для снабжения себя и своей семьи. Плюс, опять же, даже если у вас нет возможности делать большие грядки, ну, сажайте грядки, ну, совместные посадки делайте, потому что все однолетние растения лучше всего растут именно в грядочной системе. Вам все равно придется ходить, вам все равно придется это все обслуживать, поэтому нет смысла обрабатывать всю землю, когда я вам показывал, что вам нужно обрабатывать все это 5 сантиметров. Если вы лезете глубже, вы уничтожаете полезные бактерии, то есть вам небольшие размеры обработки, плюс возможность достать, плюс совместные посадки, все это позволяет с одной сотки обеспечить семью всем необходимым своим, и вы будете знать, какое оно качество. Не забывайте про мульчирование, потому что черная земля, как вы понимаете, нагревается, особенно в лето, пересыхает и разрушается структура почвы. Совместные посадки и мульчирование земли. Вот для чего это нужно. Понимать, тогда получится что-то наподобие вот такого, и это будет вполне достаточно, чтобы обеспечить уже даже не одну семью. То есть грядки, совместные посадки, ну какие совместные посадки, это вам уже придется определять самим, потому что вариантов множество. Ну и семейной фонд, все-таки те, кто имеет землю и возможно хоть возвращаться на землю, должны знать, что семейной фонд БСГМО это просто золотой фонд выживания будущего человечества. Почему многие страны стали создавать эти фонды, потому что они понимают, что большинство семян уже ГМО-бандиты и изменили так, что нам придется еще очень долго из этого выкарабкиваться. ГМО это не друг человечества, это его враг. Единственная цель применения ГМО сокращение численности населения земли. Вы почитайте сколько было самоубийств в той же Индии, потому что эти бандитские корпорации стали продавать семена, которые растут только один раз, то есть бесплодные. Эти бесплодные продукты попадают на нас стол, и как вы думаете, люди будут нормально, у них репродукция происходить, если они едят бесплодные продукты питания, те семена, что в них содержат, они бесплодные. Нет, конечно, всё это направлено на одну цель, поставить всё население земли в определённый концлагерь, когда ты не сможешь даже вырастить свою еду без разрешения какого-то дяди. Вот же в чём суд. То есть всё намного хуже, чем вы можете себе представить, но всё меняется, когда человек меняется. Или вы изменитесь сами, или поменяют вас, будете выглядеть как на этой картинке. Ну и не забывайте, что не только растения, но и различные насекомые нам очень важны, поэтому всё своё хозяйство нужно строить на том, чтобы им тоже было место, они выполняют свою роль, они защищают вас от тех же вредителей, и если вы убьёте полезных насекомых, на смену им придут вредители, и вы уже их не остановите. Тоже можно сказать о птичках, поэтому я предлагаю универсальный рецепт, именно когда вы помогаете природе, не уничтожаете всё вокруг напалмом, а потом удивляетесь, почему химия всё мощнее, а вредителей всё больше, они всё устойчивее, а вы их сами тренировали. Если бы вы применяли средства, которые не убивают тех, кто борется с вредителями, то у вас не было бы проблем, а вы применяете химию, которая убивает всё полезное, всех полезных жучков, паучков, и не удивляйте, что потом нашествия этих устойчивых вредителей всё больше и больше, поэтому запишите рецепт природной защиты от вредителей и деревьев, и растений, любых, композиция эфирных масел для перебивания запаха и отпугивания вредителей, лучше там два-три типа масла, это позволит как раз вам нормально себя чувствовать в плане в чём? Перебивать запах, вредитель летит на запах, вы побрызгали, и в составе было эфирное масло, запах совершенно другой, вредителя это уже не привлекает. Плюс в основе этого раствора горчица сквашенная или сваренная, после этого вся эта вода пропускается сквозь сито, то есть это примерно 100 грамм этой горчицы на 3-5 литров, горчицу вы едите сами прекрасно, но горчица горькая, для насекомого даже микродозы она просто не потянет, а те жучки и паучки, которые едят насекомых, а им эта горчица тоже никак не вредит, то есть она не вредит ни живой природе, не вредит ни тем, с кем вы боретесь, и ваши помощники продолжат есть ваших вредителей, ну и добавляется прилипало, что у нас самое безвредное, хозяйственное мыло, там 1-2 грамма на литр воды, чтобы эта именно горчица, именно эта композиция эфирных масел прилипала к растениям, чтобы она как бы не смывалась сразу, и лучше, конечно, поливать, это опрыскивать, когда садится солнце, чтобы оно подольше продержалось, и когда этот раствор готов, фактически 1 литр этого раствора, можно на 10-литровое бедро воды и опрыскайте, что хотите, потому что вы не несете вред ни себе, ни тем помощникам, которые вам помогают убивать вредителей, плюс, если вы раньше вредителей травили ядом, то все эти птички, жучки, паучки переставали есть от этих вредителей, потому что они для них становились ядовитыми, я не знаю, если мы сидим, то умрем, а если вы будете обрабатывать все растения этим раствором, у вас уйдут самые вредные вредители, потому что им будет горько, их не будет привлекать запах, а вы сохраните и себя, и своих помощников, а уничтожите заразу. Опять же, на основе чего сделан этот рецепт? Да на основе здравомыслия и практического опыта все легко, просто, эффективно, универсально бьет только потому, кто хочет нанести вам вред, а не по всему. Выжил все напалмом, потом удивляйся, что их вредителей еще больше. То есть все это в рамках природы, ничего фантастического. Ну тоже от животных я тоже не отказывался, потому что у меня они есть, они помогают повысить эффективность сельского хозяйства, содержать гармонию, но опять же смотрите, какие вам нужны, каких вы потянете, не обязательно заводить корову, можно как зепхольца, просто, чтобы все само гуляло, все само развивалось, у меня такая же система, я за ними не слежу фактически, они живут сами по себе, я сам по себе, они там гуляют где-то в садике, сами щиплю травки, минимальные расходы на их кормление, и максимальный эффект и в привесе, и в мясооболочной продукции любого сорта, ну и в яйцах, конечно же. То есть быстро, эффективно, ну фактически то, что делает и зепхольцер, когда у него даже там свиньи с курами, они сами перекапывают ему огород, то есть ему не нужны даже инструменты. Так что опять же, все равно помните, что нужны молочными бактериями обрабатывать отходы жизнедеятельности этих животных, потому что именно молочные бактерии, плюс грибки, плюс дождевые черви, плюс определенные насекомые, они все перерабатывают, образовывают гумус, а минеральные вещества из гумуса усваивают растения, которые обратно отмирая и возвращая их в отходы жизнедеятельности, все это превращается опять, и происходит цикл, круговорот в природе, поэтому, например, у меня нет никаких отходов, то есть у меня отходы могут быть только цивилизационные, а природных отходов у меня нет. Если я не могу съесть, съедает какая-нибудь животина, животина не может съесть, съедает уже, как говорится, бактерия, а она перерабатывает все обратно в гумус. Поэтому это надо знать, это понимать, что все-таки наиболее эффективное органическое удобрение, которое ей обработано и которое съедено именно нашими червячками, бактериями, то есть самой природой. То есть оно убраны, негативные патогены и все готово к тому, чтобы максимально быть усвоенным. Можно, конечно, и такие ямы делать, а можно, как говорится, вот высокие грядки, куда закладывать эти как бы отходы биологические, обрабатывать их, давать червячкам там поработать, молоком именно полить, можно сквашеным, это не принципиально, чтобы вместо перегноя у вас получился действительно гумус, то есть ничего это не должно гореть. Все должно работать при нормальной температуре. Горит, значит, там какие-то патогены. Если вышли отходы женедеятельности, они не успели полностью перерабатываться, как я говорил, сырое усваивается на 25%, 30%, не больше, то есть всегда есть отходы, эти отходы должны перерабатывать молочные бактерии. Если этого нет, есть проблемы, есть патогены, зачем вам это создавать, то есть вы должны знать, как вроде бы отходы возвращать снова в доходы. Вот еще один вариант высокой грядки, уже как бы наш. Поэтому все, что вы видите, все должно и может быть переработано в здоровую почву. Опять же, помощники вам уже известны. Молочные бактерии, грибки симбиотические, червячки, различные жучки, паучки, которые используют, как раз перерабатывают все эти отходы снова в доходы. Ну и сидираты, нельзя забывать про сидираты, потому что у вас не должна пустовать земля. Земледелие именно там, где однолетние растения, оно должно быть постоянно интенсивным. У вас не должна пустовать почва. Если вы что-то убрали, вы должны сразу что-то сажать. Нужно что-то сажать два раза, три. То есть, а сидираты, которые сажаются, когда вы убрали все нормальные продукты, они нужны для того, чтобы восстановить почву, дать возможность ей снова структурироваться, удобриться, потому что невозможно все время брать, 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 брать. Это демонический подход. Если вы взяли, верните, а что вы возвращаете? Ничего. Отходы ваши идут в городе в какую-то источную канаву, и все. А возвращают минеральные удобрения. Минеральные удобрения ненормально не усваивается. Они, наоборот, убивают жизнь в земле. Убивают жизнь в земле и делают ее пустынней. Что мы видим? Понижаем качество продуктов питания. А потом гордимся, что мы там что-то увеличили производство. А качество этой продукции такое же, как сто лет назад? Ответ ученых однозначен. В четыре раза меньше полезных веществ. Ну, я добавил. А в четыре раза больше проблем, которые добавила так называемая современная наука своими геморастениями, своими удобрениями, своими пестицидами, гербицидами, своим безумием. И поэтому сейчас это не наша технология. Это демоническая, разрушающая и живую природу, и нас. И мы должны из этого выбираться, понимать, что сидирата, восстановителей именно природы много, их нужно применять. и это позволит восстановить здоровье почвы. Здоровая почва, здоровая природа, здоровые люди. Это нужно иметь в виду. Тем более для тех, кто будут возвращаться на землю, кто будет заниматься именно землей, тем более в условиях самоизоляции. Ну, давайте самоизолируйтесь хотя бы на шестисотках. Шесть соток это всё равно больше, чем 60 квадратных метров. То есть именно вот вам сидираты, их влияние на почву, какие лучше, зачем нужны. То есть нажмите на стоп, прочитайте это всё. То есть это есть в интернете, просто имейте это в виду. То есть всё это нужно знать, понимать, и управлять. И на мой взгляд, в первую очередь возвращайтесь на землю, откажитесь вы от той картошки, да не засажите вы её всё, что можно, нельзя. Если вы откажетесь от того же картофеля и будете, пересмотрите все, больше посадите многолетних деревьев, растений, то у вас будет меньше проблем, больше эффективность. Распланируйте свой участок по-другому. По-другому подойдите к этому вопросу при помощи головы. Они, я буду делать то же, что и делали другие. Другие были неправы, другие привели нас к таким проблемам, и вы в том числе. Если мы не изменимся, у нас будут ещё большие проблемы. И это всё должно привести к переменам не просто во всём мире, а в каждом человеке. А наш человек отличается от других тем, что у нас идёт перемена. Сначала люди меняются, потом меняется общество, а потом меняется высшее руководство. В демоническом обществе наоборот. Там высшее руководство как сказало, так все и делают. А правильно это неправильно, все просто делают. это разница в результатах после сидиратов определенных, как это влияет на разные сорта, виды. Это вы сами уже изучите, это будет интересно. И, конечно, не надо ничего сжечь, потому что все биологические остатки, что вы сожгёте, это будет называться прощай плодородие. Да, пепел можно вынести, если вы его сожгли в печке, грубо говоря, в камине, это я понимаю, но биологические остатки нужны для мульчирования, нужны для того, чтобы их переработали в гумус различные живые существа, и биологические остатки лучше всего усваиваются растениями, когда они переработаны в почве. Это лучше всего, быстрее усваиваются, то есть быстрее рост, максимально больше здоровья. Добавьте ещё симбиотические грибы, не уничтожайте их на большую глубину, чтобы они тоже были в грядках, и вуаля, у вас всё растёт, всё развивается, само собой, ваша задача только посадить то, чего ваша душа желает. Так что имейте это в виду, и знайте, кто делает вам плодородную почву, вместо того, чтобы всё сжигать, ну дайте им, пускай покушают всё-таки, переработают вам и молочные бактерии, червячки, то есть будет вам здоровая почва, здоровые продукты питания, здоровые растения, здоровый человек. А как я говорил, именно тот же Иван-Чай, он в прошлое времена спасал от эпидемий, и в эти времена он нас может спасти, почему нет? Вот многие мир удивляются, почему в России не так много заболевших, а может потому, что у нас ещё остались родовые устои, может потому, что мы больше полагались и раньше на силы природы, а не на силы фармацептов, потому, что насколько бы не были хорошие врачи, насколько бы не были хорошие работники аптек, медицины, над ними есть ещё больше высокие дяди, цель которых просто одна, нажива, любым удобным способом, интересы людей никого не интересуют, а нам интересно, чтобы на первом месте стояли не деньги, не интересы, группа, куча, а человека, общества, природы, как части этого общества, поэтому вы должны всё это знать, ну а когда у вас получилось всё-таки что-то вырастить, вы его собрали, и методы хранения не обязательно всё съесть в сыром виде, лучше всего это сушка, сушка, да, это позволит надолго сохранить, в том числе и питательные вещества, обращаю внимание, она не заслужена многими забытой, сквашенные продукты, они максимально полезны, они усваиваются от 90 до 100%, они содержат все питательные вещества, максимизированные, то есть сырой продукт усваивается на 30%, в нём как минимум в три раза меньше полезных питательных веществ, он в три раза меньше усваивается, а сквашенный продукт, он не требует от системы пищеварения никаких энергетических затрат, он просто усваивается, всё, при этом лечит вас, при этом обеспечивает ваш иммунитет, все болеют вирусами, быстро все на сквашенные продукты, и тем более, когда у нас нет постоянного лета, а есть, извините меня, зима, вырастил, что-то посушил, что-то сквасил, сквасил, не сварил, это большая разница, сейчас варят, а нам нужно не варёное, а сквашенное, то есть, никаких термических обработок, всё максимально усваивается, всё максимально нас защищает, вопрос только правильно применять и вернуться к этому. Вот я, например, сквашивал вишни, ну, это шпанка, по-моему, в прошлом году, видите, как побелел раствор, потому что вышли живые молочные бактерии, почему я их называю молочными из почвы, да потому что, когда всё здоровое, получается вот такой вот квас, жидкость получается белая, в нём молочный привкус и минус 100 по ОВП, как у здорового молока, как у нашей крови, ну, как это можно назвать, молочные бактерии, вот через два дня будет вишнёвый квас и можно его прекрасно выпить, сделать не один раз и так делать постоянно, даже в критических условиях, если у вас есть хоть немножко зерна, немножко фруктов, то делайте квас, у вас молочные бактерии будут постоянно размножаться, у вас постоянно будет увеличиваться количество витаминов и вы одно и то же сможете использовать два, три, четыре раза, то есть зерновой квас нужно использовать минимум три, четыре раза, но фруктовый два раза, там более-менее насыщенный вкус, то есть это многократно больше питательных веществ, они лучше усваиваются, ещё и воду вам дают живую, ну, что ещё нужно, даже в любых критических условиях, ну, что-то можно и в шоковой заморозке подвергнуть, у меня, например, есть эти шкафы шоковой заморозки, сейчас они в России выпускаются, прекрасно их делают и позволяют фактически получать вечно, скажем так, свежие фрукты, ягоды различные, и их можно достать, смешать с тем же сквашенным творогом, вернуть им первозданную, скажем так, усвояемость, и можно получить любой пирог или просто их просто с творогом смешать, получить типа био-йогурт такой, когда молочные бактерии его и зимой сквасят, и у вас будет как круглый год лето, то есть это в принципе то, что я хотел сказать, это как бы моя основная часть доклада заканчивается, я её завершаю, поэтому хотел бы услышать ваше мнение, вопросы, поэтому передаю слово вам, нашим дорогим зрителям и слушателям, готовы отвечать на ваши вопросы. Народное славянское радио для пытливых умов субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok